Весомые выплаты пообещали молодым семьям и будущим мамам. Пособие на детей с 1 января 2018 года – новая инициатива президента России Владимира Путина, направленная на поддержку рождаемости в стране. В 2018 году пособие будет исчисляться из размера прожиточного минимума. На сегодня в городе Канске размер выплаты за полный месяц будет составлять 11 310 рублей ежемесячно. Семьям необходимо обращаться в управление социальной защиты населения, либо в многофункциональный центр. В семьях, у которых средний душевой доход не превышает 17 259 рублей на каждого члена семьи. В этом году в России появился новый вид пенсии – социальная пенсия детям-подкидышам. Детям информация о родителях которых неизвестна. Детям-сиротам пенсия была и ранее положена в связи с потерей кормильца. А подкидышам такие выплаты положены не были, так как юридически у них не было родителей, а значит и кормильцев. Теперь всех детей, оставшихся без родителей, уравняли в правах. Им будут платить пенсию в размере 10 068 рублей в месяц. Также с 1 января 2018 года произошла индексация страховых пенсий. Выплаты через почтовые отделения уже начались. Те, кто получает через кредитные организации, получат пенсию 15 января, рассказали в пенсионном фонде. Обычно традиционно последние годы у нас индексировалась страховая пенсия с 1 февраля. В этом году, согласно распоряжению правительства Российской Федерации, мы проиндексировали с 1 января. Мы приготовились, выплаты уже идут. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что увеличение составило 3,7%. В среднем по краю, если сказать, это примерно 544 рубля. Российские автомобилисты каждый Новый год ждут изменений, касающихся управления автотранспортом. В 2018 году также появились новшества. Так, с 1 января увеличились выплаты при ДТП по европротоколу. Теперь максимальный размер страхового возмещения будет составлять от 50 до 100 тысяч рублей, которые причитаются потерпевшему в качестве возмещения ущерба, причиненного его автомобилю. Это работает в случае, когда ДТП оформляется без участия инспекторов ГИБДД. Также водителей ждет подорожание топлива. Акцизы повышают на 50 копеек. Эксперты прогнозируют рост цен на 60 копеек. Мы, как предприятие, которое занимается реализацией ГСМ, как никто заинтересованы в том, чтобы, конечно, этих повышений цен не происходило. Потому что уже практически есть определенная планка, которую уже бы дальше не хотелось бы повышать. Потому что те, кто занимается реализацией, практически надо сказать, что наценка – это до такого минимума, который бизнес дальше не выдержит. Среди прочих изменений – увеличение МРОД, о котором мы уже сообщали ранее. В этом году минимальный размер оплаты труда увеличится с 7800 до 9489 рублей. Это почти 85% от прожиточного минимума. В 2019-м власти обещают приравнять МРОД к прожиточному минимуму. Это повлечет за собой изменение минимальных сумм пособий по нетрудоспособности, беременности и уходу за детьми. Кроме этого, увеличивается и размер минимального больничного пособия. Максимальный среднедневной заработок для расчета больничного листа в 2018 году составит 2017 рублей 81 копейку.